Коммунальщики хотят отключить отопление в одном из храмов Омска. Приход на копил огромные долги за услуги перед компанией Омск РТС. Настоятель церкви просит прихожан помочь покосить задолженность. Сделать это нужно до конца рабочей недели. Ну а коммунальщики предупреждают в очереди на отключение еще один православный приход. Слово Дмитрию Куканусу. Храм священно-мученика Сильвестра находится в первом микрорайоне на Левом берегу. Место в роще когда-то специально отдали под детский сад. Но в конце 90-х здания переделали под культовые сооружения. Часть помещений занимает церковная школа. Но, видимо, занятия в ней в скором времени могут приостановить. Как и службы в храме. Энергосботовая компания Омск РТС предупредила. Подачу тепла в здание ограничат. Из-за долга без малого в четверть миллиона рублей. Ситуацию с долгами в епархии комментировать категорически отказались. И непонятно, сколько еще приходов в области и в городе испытывают подобные финансовые затруднения. Известно лишь, что храм священно-мученика Сильвестра уже не в первый раз оказывается в положении, когда поставщик тепла грозит отключением. Вот просьба о помощи, которая была размещена на сайте храма два года назад. И еще одна аналогичная. В августе прошлого 2016-го. Суммы уже больше. Судя по тому, что приход от тепла тогда не отключили, а мечи храму помогли. А вот прихожан просят подать на покупку теплового счетчика. Обычно церкви не бедствуют, но по нашей информации летом в храме проводился ремонт. Вероятно, все средства потратили на него. На коммунальные платежи денег уже не хватило. А они немалые. Например, только за ноябрь нужно заплатить более 100 тысяч рублей. В тепловой компании уверяют. Действуют строго в рамках закона. Предупреждение о задолженности мы отправляли неоднократно. В конце декабря отправляли предупреждение о возможном ограничении тепловой энергии. И вот в январе уже о предстоящем ограничении 13 января. Ограничиваем горячее водоснабжение. Если дальше не заплатят, будем отключать отопление. А 16 января ограничение подачи тепла может произойти также в приходе святой Татьяны. Настоятелям остается уповать только лишь на щедрость своих прихожан. Но насколько реальна эта надежда? Так, чтобы мне помогала. Потому что я с собой в кредитах. Я одеждой. Это постоянно. Это когда у меня было похороны, похороны. Мама, мужа. Это я сдавала им. Они сказали спасибо. У меня зарплата маленькая, поэтому извините. Дмитрий Кукана, Светлана Еловнарова, Александр Лысак, Антон Щетинин и Евгений Русенко. Новости здесь. Омск.